всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня вы увидите маленькое видео о том что происходит сейчас в наших магазинах в частности в волмарте и в аптеке cvs это большая сеть аптек вот нам надо было сделать маленькую вылазку из дома сейчас как вы знаете у нас идет карантин цель нашей поездки было какие-то лекарства небольшие в аптеке и нам надо было купить тортик поэтому поехали в волмарт заодно посмотрели что там как чего почем какой хоккей с мячом что есть чего нету сейчас вы это все сами увидите и на этой неделе вас еще ожидает три больших видео о походах в магазины магазины во время коронавируса в магазины во время карантина как идет торговля появились ли товары появилась ли вода появилась ли туалетная бумага в общем то что у нас происходит то вы увидите это будет три больших похода это будет костка это будет сам склад и это будет 99 центов мы будем затариваться на месяц где-то чтобы потом безвылазно сидеть потому что власти рекомендуют оставаться дома ближайшие две недели прогнозируется наибольший всплеск распространения инфекции поэтому власти всех призывают оставаться дома чтобы не быть не быть разносчиками этой самой инфекции сейчас мы в аптеке в общем все лекарства на месте хватает всяких и от температуры и от аллергии пустых полок нету все работает да вот тут каких-то жаропонижающих взрослых нету детские были головы есть немного есть но полка пустовато это а вот детских хватает цены все прежние ничего не изменилось в ценах в общем в общем все в порядке зашел в отдел всяких бытовых гигиенических вот полка какая-то пустая возможно здесь были салфетки туалетная бумага сейчас посмотрим памперсы есть прокладки есть всякие детские шампуни и присыпки и прочее все это есть да вот в том пустом углу нету салфеток и нету на полетной бумаги все есть вода стоит 299 но это вода подороже получается чем в костках 299 там мы платили за 40 бутылок здесь получается всего 24 но это другого качества вода вот да вот paper goods написанные полки пустые в общем туалетки нету химия тоже немножко подразобрана но что-то взять можно в общем немножечко тогда что-то есть чего-то нету по крайней мере с водой проблем нет как собственно и со спиртным и с пиом ладно пойду посмотрю что там маришка делает в очереди и сейчас узнаем можно ли купить маски очереди в магазин нет на стоянке правда машин хватает она так заставлена но не ну так там понятно не то но такие вот такую заставленную стоянку мы видели когда много народа в волмарте и в общем мы даже видим люди выносит не то бумагу не то бумажные полотенца сейчас увидим решила все-таки взять ну хорошо идем за тачкой посмотреть где есть бумага так вот какая-то полка пустая вот зайка давай через морозилки пустоватые короче с продуктами как-то это самое за я сюда зайду это памперсы памперсы есть и детские смеси есть бумага тут должна где-то быть ну немножко пару штук влажных салфеток валяется да собачья корма под разобрали моющие машинам за бумагой но гола химии короче мало и бумаги пока не видно наверно бумага росла раньше здесь вот есть бумага наверно ну зацепим полотенца значит зайка хотим можно сейчас посмотрим в общем на полотенце цена какая-то сумасшедшая там они какие-то брендовые почти по 7 долларов с налогом даже больше ну молока зато хватает это хорошо хлеб есть какой-то вон турки почем только интересно сейчас это хорошая лучше хорошей но поэтому как бы цены не растут просто вот конечно разбирают полки голова яйца есть какие хочешь да и дешевые дорогие хлеб есть но головатые полки блин нормально головатые наша цель торт наша цель торта я вижу какой мы будем брать торт зайчик вот ну давай шоколадный шоколадный да ну иначе что брать мы можем вот эти круглые просматриваем сейчас зая как тебе вот такой вариант какой мне тоже нравится ну я просто шоколадный хочу я не хочу какой-какой мясной ряд выглядит вот так я бы сказал он больше пустой чем полный но сосиски колбасы нарезки ничего нету в общем пока наблюдается нехватка так сказать продуктов ну есть регулярные сосиски которые мы всегда покупаем по 3,68 цена не изменилась бананы цены не хватает да всяких луков и всякого всего помидоры всего хватает по 88 центов очень хорошая цена так ну ладно идем на кассу ну что если сделать выводы из того как говорится что показало вскрытие по двум магазинам вот по этим по CVS и по Walmart то видно несколько тенденций две недели мы не были в магазине и в общем можно сказать что что-то стало лучше что-то стало осталось на прежнем уровне что хорошо появилась вода стоит свободно не расхватывают ее появились бумажные полотенца возможно была туалетная бумага но мы не успели вот из минусов все-таки есть пустые полки есть пустые полки в аптеке не хватает лекарств то есть они вот скажем никогда такого не было что ты заходишь в аптеку или в магазин и видишь полупустую полку полки всегда были заставлены сейчас получается такая ситуация что либо какого-то продукта лекарства нету либо совсем либо стоят отдельные вот так вот коробочки предметы на этих полупустых полках это конечно тенденция и ситуация не очень нам понравилось вот по молочке по яйцам по хлебу все в принципе есть но с другой стороны напротив стоит холодильник творог сыры масло йогурты все это так вот немножечко как-то прорежено и причем я хочу сказать что время это было где-то наверное на уровне двух часов дня то есть это не вечер да и вообще не было такого понятия в Америке ни разу я никогда не видел чтобы ты пришел вечером в магазин и что-то разобрали вот какие положительные тенденции положительные тенденции те что никакие цены не выросли не поменялись ничто не поперло то есть все как было так и есть вот это вот вода которая по 2,99 в CVS она там так всегда и стоила лекарства по крайней мере все цены которые я помню там на детские жаропонижающие на взрослые на жаропонижающие на лекарства от головы еще там какие-то что я посмотрел все это как было по старым ценам так и стоит причем написано опять купи один получи второй бесплатный или получи какой-то дополнительный сейл все это осталось по старому в волмарте все цены прежнее ничего не подорожало хотя вот эти полотенца по 7 долларов я не могу сказать что они подорожали потому что я не знаю на них первоначальную цену цена это я считаю дороговатое но возможно они также и стоили вот опять же положительная тенденция вот это вот индейка которую вы видели по доллар 28 за лб это очень хорошая цена по такой цене мы берем куриную грудку вот индейка это конечно мясо гораздо лучше чем курица ну хоть она и с костями будет и не чисто грудка но все равно это очень хорошая цена по такой цене она всегда продается и по факту цена на нее не выросла и как вы видите целая гора лежит бери не хочу поэтому я думаю что наверное полки заполнятся со временем очень радует то что цена не прет помидоры вы видели тоже меньше доллара за паунд это тоже очень хорошо то есть как бы ну 50 на 50 скажем так полки немножко не заполнены цены не поперли все базовые и основные продукты товары и лекарства все есть ну а сейчас пойдем в костку сэмсклаб посмотрим как там обстоят дела что там это вы уже увидите в следующих роликах всем кому интересно задавайте вопросы подписывайтесь на наш канал и до встречи в интернете мы с вами не прощаемся нажатием кнопки вы всегда можете зайти на наш канал и спросить все что вас интересует или задать тему нового видео сейчас у нас немножко больше времени мы можем делать прямые эфиры недавно прошел у нас эфир о том как купить мобильный дом тему скажем так задал один молодой молодой человек на которого я случайно попал во вконтакте он задавал вопросы ему начали язвить с ответами и мне стало это неприятно интересно и я захотел об этом рассказать более подробно поэтому не стесняйтесь пишите комментарии а вы были на канале нашей жизни в Америке не лайк, не смейлайк и до встречи пока увидимся в новом видео до встречи до встречи